Ох, как запахло, Джина сейчас будет кайфовать. Какую выберешь? Какую она выберет? Напомню, эти крабовые палочки стоят в 10 раз дороже, чем эти. Всем привет, я Элли Ви, и сегодня я буду сравнивать крабовые палочки. Если тебе нравится, как я снимаю, подписывайся на мой канал и жми на колокольчик рядом с кнопкой подписаться. У меня есть элитные крабовые палочки и самые обыкновенные дешевые. Эту упаковку я купила за 300 рублей, а эту за 27 рублей. Но, как вы понимаете, это крабовые палочки, то есть это имитация крабового мяса. Что вот это, что вот это. Но раз уж тут такая высокая цена, значит, может быть, они должны разительно отличаться от этих? Не знаю, давайте попробуем, я такие еще вообще никогда не пробовала, да и такие дешевые тоже. Первое, что бросается в глаза, это непосредственно упаковка. Вот здесь у этих крабовых палочек самая обычная упаковка, просто пленка, просто запакованные в вакууме крабовые палочки без всего лишнего. Здесь же прямо целая подложка такого, знаете, типа богатого черного цвета с вот такой вот вставочкой. В общем, чтобы было все красиво и сразу я вижу, что цвет этих крабовых палочек отличается друг от друга. Эти такие более розовые, эти более оранжевые. И да, эти крабовые палочки, они по форме классические, то есть просто такие как бы палочки. А вот эти, как тут прямо, наверное, и написано, как натуральные ножки краба, восклицательный знак. То есть они такие немножко рваные по бокам, но видно такая реально имитация настоящего крабового мяса. Ну, с виду, по крайней мере. На вкус будем пробовать дальше. Давайте, что же с составом. Дешевые крабовые палочки, они сделаны из сурими. Сурими это рыбный фарш, так называемый. Что здесь есть в составе? Собственно говоря, рыбный фарш, вода, крахмал, яичный белок, растительное масло, соль, сахар и красители. А здесь что? Состав также сурими, то есть рыбный фарш, вода, крахмал, желток, сахар, соль, перец сладкий и красители. То есть состав практически одинаковый. Ну, реально, состав одинаковый, ребята. Не знаю, может быть, ингредиенты здесь как-то повкуснее будут. Давайте же что? Открывать. Так, открываем. Я постоянно, когда у меня на Новый год родители готовили салатики, постоянно подворовывала крабовые палочки. Кто так же делал, пишите в комментариях. Вот никогда удобно их не откроешь. Хоть бы кто-то постарался нормально над упаковкой. Короче, никакого язычка здесь нет. Кажется, мне придется воспользоваться ножом. Ну да. Я думаю, нож это более цивилизованный метод. Ох, как запахло. Джина сейчас будет кайфовать. Ага. Вот эти дешевые за 27 крабовые палочки. Каждая крабовая палочка в индивидуальной упаковке. Вот, знаете, классический в ряд палочки. То есть такие красные вставочки, белые вставочки. Ничего такого, ну, сверхъестественного. Самый обыкновенный. И упаковка прям стандартная. Аромат. Вообще, абсолютно стандартный. Вот прям типичный предновогодний аромат, ребята. Серьезно. 31 декабря. Рядом лежат мандарины где-то наверняка. А что же здесь? Ну, давайте попробуем открыть. Так честно говорю, так, эти такие крабовые палочки я даже себе на Новый год салаты не покупала. Потому что, ну, на мой взгляд, как-то это было дороговато. Но, если честно, я вот сейчас думаю, может быть и стоило. Вдруг они реально гораздо вкуснее. Прям вот, не знаю. Короче, сейчас будем смотреть. Снимаем эту информационную табличку. Кстати, здесь на этой табличке написано... Вот, вот честные люди писали. А внешним видом, волокнистой структурой и вкусом напоминает настоящее мясо краба. Ну, хотя бы честно, напоминает. Ну что, давайте посмотрим, как ее здесь открыть. Здесь упаковка такая более симпатичная, понятное дело. И открывается легко. Так. Ребята, здесь крабовые палочки без индивидуальной упаковки. Серьезно. Ой, я беру, а оно разваливается. Так. Ого. Давайте вывалим на тарелочку представителя дорогих крабовых палочек. И давайте откроем сразу дешевую. Положим ее рядом, чтобы прямо визуально сравнить. Ну, вот, собственно, смотрите. Вот эти крабовые палочки, да, внешне очень даже напоминают, так скажем, крабовое мясо. Такое волокнистое. Давайте перевернем, такое вот, как бы, такими, ну, волокнами. Понимаете, прямо волокна. Это крабовая палочка, ну, она такая цельная. Но замечу сразу, что вот такую резать в салат, если честно, было бы неудобно. Потому что оно, ну, будет на такие, как бы, волокна распадаться. Не знаю, на мой взгляд, это неудобно. Мне кажется, проще вот именно такую, как бы, колбасочку нарезать, если это в салат. Я думаю, так. Давайте же, что ли, я попробую разрезать. Ну, вот, смотрите. То есть оно, как бы, ну, распадается на вот такие вот волокнистые штучки. В то время, как вот эта крабовая палочка, ну, как бы, такой, знаете, классический вариант кружочков. Нет волокнистой структуры. Вы посмотрите, они просто, как бы, как плотное такое мясо, как вареная колбаса, смотрите. То есть нет никаких волокон. Чистые такие шарики получаются. Но при желании, конечно, каждую вот этот шарик можно, наверное, разложить на волокна. Ну, да, на вот такие вот штучки. Я всегда любила, как бы, их вот так разворачивать. Ну, то есть достаточно весело это получается все. Давайте я попробую взять в руки, чтобы по ощущениям, так сказать, проверить. Так, вот эти и эти. Ну, знаете, вот эти крабовые палочки более сочные. То есть в них больше влаги, они такие, как бы, более липкие. Вот эти крабовые палочки суховаты. То есть они более сухие. Теперь давайте я понюхаю. Вот дорогие крабовые палочки. А это дешевые. Идентично. Абсолютно идентичный аромат. Ничем не отличающийся. Просто запах рыбы. Немножко такой соленый. Ну, знаете, просто классический запах крабовых палочек. Давайте я нам понюхать мои собаки. Интересно, что она выберет? Вот здесь у меня дорогие, вот здесь дешевые. Понюхать же. Ой, нет, подожди, нет. Только понюхать. Понюхай. Какую выберешь? Какую она выберет? Ну, посмотри, можно. Возьми какую. Можно. Короче, Джина выбрала бы дешевые, ребят. Вы только что это видели. Она что-то даже на эти не смотрит. Она реально хочет дешевые крабовые палочки. Я, конечно, ей не дам. Ну, как бы она лизнула. Ничего страшного не будет. Но она захотела дешевые. Ребята, дешевые. Собак не обманешь. Она прям на них смотрит. Ты моя радость. Ну, собака понюхала. У нее более четкий нюх, ясный дел, чем у меня. Ну, а теперь пришло время попробовать. Давайте же я продегустирую эти крабовые палочки. Начнем с дорогой. Крабовые палочки. Теперь дешевая. Крабовые палочки. Ну, ничем не отличаются. Абсолютно. Может, мне показалось? Да идентичные. Ну, реально один в один. Только эти, дорогие, чуть более водянистые. То есть в них больше влаги. Они влажные. Может быть, способ упаковки как-то вот влияет на это. Но они просто более влажные. Ребят, серьезно. По вкусу абсолютно одно и то же. Напомню, эти крабовые палочки стоят в 10 раз дороже. Чем эти. Если нет разницы, то зачем платить больше? Непонятно. В общем, я выбираю крабовые палочки за 27 рублей. С вами была ревизор Эли Дим. А вы подписывайтесь на канал. И увидимся с вами в новых роликах.